Здоровье Здравствуйте Алексей Бабаев, врач-хирург высшей категории больницы Пирогова. Добрый день Добрый день И Сергей Котков, врач-хирург первой категории больницы Пирогова. Здравствуйте Здравствуйте Я не буду пытаться сейчас воспроизвести определение грыжи, как это дается, например, в Википедии или где-либо еще Поэтому, наверное, все-таки вопрос к специалистам, для того, чтобы мы поняли, о чем мы сегодня говорим Что такое грыжа? Грыжа – это очень распространенные патологии, потому что у нас действительно в передней брюшной стенке есть естественное отверстие, через которое во внутриутробном периоде выходит пуповина Там образуется дефект, через который потом образуется грыжа. Это так называемые пупочные грыжи И второе отверстие, естественно, это место выхода мужчин семенного канатика, через которое, в общем-то, идет сообщение органов, которые располагаются в нижних отделах живота с брюшной полостью И вот там естественное отверстие, через которое происходит образование грыж Насколько распространена вот эта патология? Это актуальная проблема сегодняшнего дня или, может быть, не только сегодняшнего? Проблема очень актуальна, потому что грыженоситель – это одна из наиболее распространенных патологических состояний При развитии и в детском возрасте, и в среднем, и особенно в пожилом и старческом возрасте Потому что со временем, к сожалению, возможности ткани передней брюшной стенки ослабевают, и риск развития грыж увеличивается По статистике, частота грыж может находиться среди населения до 10% 10% населения страдает грыжей Это, конечно, огромное, плюс еще послеоперационные грыжи И вот это, конечно, перерастает в целую огромную проблему, поскольку грыжи, к сожалению, лечатся только хирургическим путем Никакими заговорами эту патологию вылечить невозможно Ну вот вы говорите о том, что с возрастом стенка ослабевает, а, например, когда начинает плакать маленький ребенок, грудной малыш То бабушка старенькая чаще всего говорит, ой, это, наверное, у него грыжка, давай мы с тобой сейчас сходим, там, заговорим, привяжем ниточку и так далее Вообще, на чем, откуда это пошло, на чем это основано? Нет, основано на том, что после того, когда материнское место на ребенке отсоединяется, поповины пересекаются, там образуется дефект И, к сожалению, у новорожденных, новорожденных появляется дефект И наиболее частой причиной вот такого беспокойства является пупочная грыжа То есть в области попка начинает образовываться такой мягко-эластической консистенции опухолевидной образования Туда может войти и кишка, может войти и внутренние, другие внутренние органы И в результате того, что кольцо эластичное, так, во время крика туда входит что-то А когда передняя брюшная стенка ослабевает, оно сдавливает и образуется ущемление Вот это является одной из таких, ну, провоцирующих факторов, которые приводят к беспокойству ребенку И, естественно, каждая мама и бабушка, и взрослые понимают, что это может закончиться осложнением Ведь сама грыжа выпячивание, но оно опасно тем, что туда входят органы, которые могут ущемиться с развитием очень тяжелых последствий Я бы вот не согласилась с вами по поводу того, что каждая мама и бабушка понимают опасности этого Потому что иначе бы, наверное, не предлагали привязывать ниточку или заговаривать Но здесь, скорее всего, путается причин и следствие То есть причина возникновения грыж и возникновения осложнений грыж, как сказал Владимир Иванович Это именно длительный крик ребенка Вот именно длительный крик, длительное беспокойное состояние ребенка приводит как раз к этим осложнениям Если уже есть грыжа, да, велик риск От длительного крика и длительного перенапряжения ребенка так же она может сформироваться и осложниться Как часто приходится прибегать к оперативному вмешательству именно у малышей и у грудных детей? Ну, в детском возрасте, в детском возрасте детские хирурги, они придерживаются выжидательной тактики Почему? Потому что эластическая ткань передней брюшной стенки Вот те естественные отверстия, которые образуются, они там преобладают эластические волокна Поэтому вот такого грубого нарушения со стороны ущемленного органа, как правило, у детей не бывает Хотя и здесь бывают случаи, когда действительно за пределы грыжи орган, который находится в этом грыжевом мешке, он может некротизироваться Вот тогда прибегают к операциям Но так в целом у них консервативно-выжидательная тактика Они оперируют не сразу в детском возрасте, в период новорожденности Пупочные грыжи и паховые грыжи Потому что операции, выполненные в раннем детском возрасте, они, в общем, чреваты определенными последствиями У мальчиков, сами понимаете, какие эти последствия Так, ну, у девочек этих последствий значительно меньше, но, тем не менее, они тоже возможны Ну и самое главное в этом случае не пропустить вот это вот ущемление Алексей Петрович, а вот кто ваши пациенты? Я так понимаю, что это не маленькие дети Наши пациенты, это вообще, начиная от 15 лет и до, в общем, старческого возраста То есть возраста здесь определенного нет? Определенного возраста нет, грыжа может образовываться у любого консергента взрослых, мужчин, женщин Здесь основная проблема в чем? В том, что больные достаточно часто не показываются докторам, хирургам Вот, и уже как госпитализация этих больных идет уже при наличии осложнений Таких, как спаечная болезнь брюшной полости в грыжевом мешке Таких, как ущемление грыжи наиболее часто и наиболее такое коварное очень, коварное осложнение грыженосительства Но говорят, с грыжей живут люди, в общем-то, всю жизнь и совсем не обязательно ее оперировать Нет Как определиться, что все-таки нужна помощь? Любая грыжа является показанием для оперативного мешательства Беспокоит она, не беспокоит все равно? Беспокоит она, не беспокоит она, но наличие грыжи самой, это чревато тем, что, в общем-то, больные могут в любой момент понадобиться экстренная медицинская, хирургическая помощь Что может случиться? Ну, а случается что здесь? Мы уже определились с понятием, да, грыжи, что это выпячивание, да, органов брюшной полости через отверстия То есть, по сути дела, органы брюшной полости у нас располагаются при наличии грыжи По сути, подкожно, по сути, где-то подкожно, в мягких тканях перед брюшной стенки Имеется кольцо, через которое выходят эти органы Вот в один прекрасный момент наступает фиксация содержимого этой грыжи, когда она перестает управляться в брюшную полость Фиксация в этом кольце В связи с этим может быть масса разных осложнений, которые, в общем-то, достаточно опасны для пациента Есть мнение, что поднял что-то тяжелое, может случиться грыжа Это ли причина? Если есть отверстие в передней брюшной стенке, то, вот, как вы говорите, подъем тяжести приводит к повышению внутребрюшного давления Здесь чистый физик Повысилось внутребрюшное давление, и в результате этого через слабое место выходит, как сказал Алексей Петрович, внутренний орган Здесь может быть и большой сальник, это может быть и петли тонкой кишки, это может быть толстая кишка Это при длительном существовании грыжи, есть так называемое понятие скользящая грыжа, когда выходит и стенка мочевого пузыря, и слепая кишка И представьте себе, когда орган находится не в свободной брюшной полости, а в ограниченном пространстве, которое ограничено вот этим грыжевым кольцом Которое мешает ему продвижению, продвижению содержимого желудочно-кишечного тракта У больного возникает непроходимость Вот для того, чтобы понять разницу, что такое операция в плановом порядке, и что такое операция в экстренном порядке Если в плановом порядке практически летальности у нас нет, то когда грыжа ущемляется, то летальность увеличивается до 20% Хорошо, мы поняли, что таблетки не пьем, заговоры не помогут, и что лечение только оперативное Но если не обманывает интернет, то существует около 300 методик оперирования грыжи Как вы делаете выбор, какую именно методику применять? Ну, при выборе методики, во-первых, должно учитываться и общее состояние больного, что на себя представляет этот больной Что это ущемленная, осложненная, неосложненная грыжа? Вот, наличие сопутствующей патологии И, на мой взгляд, очень важным таким моментом, это приверженность данной клиники, да, где оперируется больной, как к каким-то определенным методикам Потому что мы же не можем все 300 методик освоить на базе, допустим, нашей больницы Наверное, и нет смысла И нет смысла такого, да, совершенно верно, такого смысла совершенно нет Вот, мы определяемся, то есть все те методики, которые мы видим, которые мы знаем И больных, которых мы видим и знаем, да То есть наличие противопоказаний для грыжи сечения, оно сейчас стремительно снижается Стремительное снижение противопоказаний для грыжи сечения Если раньше мы не брали больных с гигантскими послеоперационно-вентральными грыжами То есть все эти грыжи сечения были сопряжены с огромным риском То есть даже среди плановых больных, плановые совершенно больные, готовые к операции, подготовленные, у нас все равно наблюдалась летальность. Вот сейчас немножко шагнуло вперед грыжесечение и пластика передней брюшной стенки. Наверное, сильно шагнуло. Значительно шагнуло, да, значительно шагнуло. Поэтому мы сейчас контингент больных, то есть отказы от оперативного вмешательства у нас практически стали единичные. Единицы больных, которым мы отказываем, на самом деле, по каким-то соматической патологии сопутствующей, еще какие-то причины там возникающие. То есть острые сердечно-сосудистые заболевания там крайне редко, крайне редко. По поводу того, что технологии шагнули вперед. Я читала, что в начале декабря ваша клиника освоила, больница освоила новую методику. Ну, либо совершенствовала ее, речь идет о лапароскопической операции. И поскольку сегодня больные более-менее грамотные, ну, читали так или иначе, представляют, что это такое, то, конечно, всем бы, наверное, хотелось именно такую операцию. Во-первых, что она из себя... Как эффективно вы ее уже начали применять, что она из себя представляет? Ну, наверное, нужно начать с того, что существует два метода лечения греш. Мы разделим их сразу на два метода. Первый – это полостной, стандартный способ выполнения герниопластика. Открытым способом, да, правильно? Когда используются специальные полипропиленовые трансплантаты, грубо говоря, сетки, которые специальным образом фиксируются и держат переднюю брюшную стенку, предотвращая выход органов из брюшной полости наружу. Существует лапароскопический метод, который делается без разрезов больших, который выполняется через небольшие, скажем так, отверстия диаметрами до одного сантиметра. То есть, как правило, это три, максимум четыре маленьких разреза, прокола. И вот эта сетка, также операция делается только с полипропиленовыми трансплантатами, устанавливается изнутри живота специальным, опять же, образом. Касаемо вопросов по лапароскопии. Не все грыжи можно оперировать лапароскопически. Мы не можем в нашей передаче объять необъятные. Мы не можем сказать, что этих больных мы оперируем так, этих больных мы оперируем так. Так, любой больной, это строго индивидуальный случай. Пришел больной, мы его посмотрели, и только потом приняли решение, каким образом ему лучше быть прооперированным. Либо же единичный случай, когда мы говорим, что пока операцию делать не нужно. И только после осмотра можем сказать, да, этому больному нужно сделать операцию открытую, классическую, с использованием полипропиленовой сетки. Либо же, да, этому больному можно сделать лапароскопическую операцию. То есть все зависит от размера грыжи, от ее локализации, от возможного наличия сопутствующей патологии. Есть очень много факторов. И все это нужно решать строго индивидуально, с учетом всех особенностей данного пациента. Но если лапароскопическую операцию сделать все-таки можно, чем она привлекательнее? Ну, привлекательна она следующими моментами. Первый момент – это, конечно же, косметический эффект. То есть это не разрез, это проколы, как я уже сказал. Это первый вопрос. Второй вопрос, что у подобных больных после лапароскопических грыжесечений, керниопластик, более быстрый и восстановительный период. То есть, в принципе, после операции пациенты в этот же вечер, они встают и ходят. Более краткое пребывание в стационаре. То есть пациент может провести в стационаре не неделю, а несколько дней. Опять же, это зависит от сложности грыжи. Здесь нельзя сказать про всех больных. Какие еще преимущества есть? Казка Владимир Иванович, существуют грыжи, которых мы не видим. Бедренные дефекты. Грыжи бедренные существуют. Опять же, если мы говорим про паховые грыжи, паховые грыжи очень часто бывают двухсторонними. Пациент приходит с грыжи с одной стороны, да, он нашел у себя в паховой области грыжевидное выпячивание, пришел по поводу этого грыжевидного выпячивания на операцию. Со второй стороны, его ничего не беспокоит. Со второй стороны, в паховой области больной ничего не видит. Но на операции можем увидеть эти скрытые начинающиеся грыжи. То есть, возможно, сделать упреждающий удар, то есть, сразу прооперировать грыжу с двух сторон. Плюс к этому, возможно, во время выполнения лапароскопии, выполнять сопутствующие симультантные операции. То есть, например, у пациента существует желчнокаменная болезнь и паховая грыжа, предположим. То есть, также возможно за одну операцию поворотся и с той, и с другой патологией. Опять же, через эти маленькие дырочки. Но, к сожалению, не все так просто. Еще раз говорю, здесь надо сгубо индивидуально все эти вопросы решать с пациентами. Только после консультации. Владимир Иванович, наверное, по-тилетански прозвучит вопрос, какую операцию хирургу выполнить сложнее, открытым способом или лапароскопическим? Ну, есть стандартные операции, которые можно выполнить и лапароскопически, и выполнить открытым способом. Сложные ситуации у больных со сложными грыжами, конечно, я бы отдал предпочтение все-таки открытым способом, потому что он позволяет, во-первых, окончательно установить патологию, которую... Вы понимаете, грыжи — это только надводная часть айсберга. Понимаете? А что скрыто в брюшной полости, мы иногда узнаем только во время выполнения оперативного вмешательства. Особенно вот эта проблема возникает у больных, которые оперируются по поводу послеоперационных грыж. Больные с этими грыжами, они, конечно, имеют значительные изменения со стороны брюшной полости, спаечной болезни. И какая-то сопутствующая патология. Ведь к нам не просто больные приходят за лечением грыжи, они иногда приходят у нас с таким, ну, с целой группой заболеваний. У кого-то выведена кишка на переднюю брюшную стенку. И требуется восстановление непрерывности желудочно-кишечного тракта. Как Сергей Сергеевич сказал, у нас и желчнокаменная болезнь. Ну, а на фоне спаечной болезни, так, конечно, открытую операцию при выполнении послеоперационной вентральной грыжи лучше выполнить открытым способом. И потом возникает вопрос еще в том, вот когда протез устанавливается со стороны брюшной полости, он должен быть специальный, это специальные протезы. Это не те протезы, которые он устанавливает при выполнении операции открытым способом. Потому что эти протезы должны обязательно иметь так называемое противоспаечное покрытие, которое не позволит внутренним органам потом подпаяться к передней брюшной стенке. Это целая проблема, понимаете? Поэтому тут, вот Сергей Сергеевич правильно сказал, нужно подобрать, и если решаться на операцию эндоскопическим способом, так, то лапароскопическим способом, то здесь надо решать и проблему протеза, это и стоимость этого протеза, это и проблема стоимости инструментарий, с помощью которого выполняется эта операция. Это целый большой, ну, это целая проблема. Поэтому все не так просто. Поэтому индивидуальный подход при лечении каждого больного, да, он возможен. Кому-то показано открытый, кому-то лапароскопическое. Можно выполнить. Но есть и противопоказания к выполнению лапароскопическим вмешательствам. Я всегда, вот, когда говорят об этом подходе, так, я всегда говорю так, что бывают очень сложные грыжи, но всегда проще бороться с осложнением в передней брюшной стенке, чем потом бороться с осложнением брюшной полости. Это целая проблема. Что самое сложное в гернеопластике? С чем, вот, с самым сложным приходится сталкиваться вам? И что сложнее всего решать хирургу? Ну, во-первых, если мы говорим о послеоперационных вентральных грыжах, особенно больших и гигантских размеров, первое, с чем мы сталкиваемся, да, это определение, так скажем, объема брюшной полости, того содержимого, которое вышло за пределы объема брюшной полости, и можем ли мы, в общем-то, в брюшную полость, в брюшную полость, возвратить вот эти вот органы и ткани, которые, собственно говоря, много-много лет уже больные носят практически вне брюшной полости. То есть здесь проблема, в чем заключается? То есть мы не можем больного органы в брюшную полость без каких-то поместить, да, из грыжевого мешка, без каких-то осложнений, которые возникают в дальнейшем. То есть осложнения какие-то? Это в основном развитие острой дыхательной недостаточности, так называемого компартмент-синдрома. Вот это самая, пожалуй, опасная ситуация в хирургии больших и гигантских послеоперационных вентральных грыж. И оценить степень, вероятность возникновения компартмент-синдрома. Это мы должны вообще еще до операции. Это, как правило, основное. Интраоперационное, это, конечно, спаечный процесс брюшной полости. Потому что больные к нам приходят после 12-15 оперативных вмешательств брюшной полости. То есть фактически там брюшная полость... Различных вмешательств имеется в виду. Различных вмешательств. То есть брюшная полость фактически, она отсутствует у больного. Здесь решить вопрос о разделении спаечного процесса или неразделении спаечного процесса достаточно сложный вопрос. То есть это должно решаться, он, конечно же, оперирующим хирургом. Оперирующим хирургом. Ну, собственно говоря, с другой стороны, это третий по частоте. Это вот те дегенеративные изменения в передней брюшной стенке. Мышечно-апоневротическую вот эту структуру передней брюшной стенки. Когда мы видим, что мы не можем полноценно фиксировать те же эндопротезы, которые мы используем, вот к этим структурам. Вот, пожалуй, вот, наверное, все вот опасности, которые возникают во время показаний к грыжесечению, интероперационные. Хотелось бы узнать о качестве жизни больного после операции. Насколько вообще это качество изменится, либо можно вернуться к совершенно нормальному уровню жизни. Сергей Сергеевич, вы улыбаетесь. Значит, во-первых, жизнь с грыжей, с грыжей для пациента и жизнь без грыжи, это две большие разницы. Телезрители, пациенты уже прооперированные согласятся со мной, что как было с грыжей и как стало без нее, это две большие разницы. Человек, который ходит с грыжей, он носит на себе бомбу замедленного действия. В самом начале программы мы говорили по будущим линиям. В любой момент это может случиться. У пациента, который прооперирован, у которого нет грыжи, этого случиться не может. Наличие грыжевого дефекта, опять же, это косметический дефект. Он бывает различным, бывает огромный. Действительно, пациентов это беспокоит. Они, Владимир Владимирович сказал, что они себя дома никуда не выходят. Ну, стыдятся, потому что дефект, опять же, бывает очень большим. Здесь этап еще косметический. То есть, пациент без грыжи, он не ощущает этого большого мешка, который ему мешает. Вот, пациенты возвращаются к обычному режиму практически через, наверное, ну, до месяца они уже возвращаются к обычному режиму. Единственное, там, что есть при любой пластике, что открытой, что лапароскопической пластике грыжи, единственное, что это ограничение физической нагрузки, которое необходимо первые полгода, ну, бывает до года, выдержаться надо, да. Несмотря на то, что оперируем сетками, всех оперируем сетками, но тем не менее, это все равно необходимо делать. Еще раз говорю, пациенты, которые нас смотрят, у которых есть грыжи, обязательно консультация. Вообще, надо сказать, что после операционного периода, конечно, это ношение бандажа, оно занимает одно из ведущих мест в профилактике или при рецидивах грыж. Да, мы больных заставляем порой носить бандажи послеоперационные. Но не все соглашаются, наверное, да? Ряд больных, да, ряд больных не соглашается, но в принципе, если учитывать то, что мы говорим о трех, даже до шести месяцев, мы просим больных носить бандажи для того, чтобы не было рецидива, да, когда уже сформируется, уже полностью сформируется рубец, он формируется где-то в течение трех, шести месяцев. Послеоперационный рубец, который уже держит непосредственно и не дает рецидивировать этим грыжам, вот, пожалуй, вот это вот ношение бандажа, оно, конечно, влияет в какое-то время на социум больного. А в дальнейшем больные снимают эти бандажи и, собственно говоря, приступают совершенно живут спокойной жизнью. Я благодарю вас за участие в программе. Давайте будем подводить итоги. Если вы испытываете боли и дискомфорт, связанные с наличием грыжи, вы не одиноки. Это очень распространенное заболевание. Ну, например, только в Америке в год более чем у 5 миллионов человек развивается грыжа. И даже незначительная боль в паху или беспричинное появление припохлости, которое сохраняется более недели, достаточная причина для обращения к врачу. Прощаюсь с словами известного поэта и гуманиста Джованни Бокачо. Тот, кто хочет быть здоровым, отчасти уже выздоравливает. Спасибо. До свидания. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин